Добрый вечер. Замечательно, когда есть возможность поделиться личной историей. У меня есть пример того, как эстафета идей может быть какой-то невероятной историей. Я бы хотел вам об этом рассказать. Все мы знаем о том, что в середине 19 века у нас в стране существовало такое идейное течение, как русский космизм. Федоров, Соловьев, Чижевский, Вернадский, Рерих, чьи работы находятся в том числе в стенах Третьяковской галереи. Теория общего дела, нравственное развитие общества и развитие общества через нравственность – это то, что волновало этих людей. Владимир Соловьев, один из них был действительно глубоко озабочен вопросом того, где будут жить люди, которые воскреснут после страшного суда. Это была практическая задача, которая его волновала, потому что он считал, что это произойдет. Среди прочего, этот вопрос был адресован и к Константину Эдуардовичу Циолковского, который практически незамедлительно ответил, что для человека есть вся Вселенная. Что было потом, мы знаем. Труды Циолковского и его работы легли в основу современные космонавтики, и человечество действительно сделало шаг в космос. Таким образом, за короткое время из библиотечного кабинета человек отправился во Вселенную. Невероятно, правда? У меня тоже есть эстафета, в которой, как мне кажется, я участвую, и, мне кажется, вы в ней тоже участвуете, просто не до конца об этом знаете. Приблизительно восемь лет назад я вышел из одного бизнес-проекта и думал, что делать дальше. Первая задача была, она нормальная для человека минус восемь лет назад, где и как еще заработать денег. Я смотрел разные проекты. Вот такие проекты, были вот такие проекты, и даже вот такой проект тоже был мне тогда интересен. Неожиданно для себя в Китае я познакомился, среди прочего, с технологией переработки топинамбора. Какого-то топинамбора. Первый раз услышал об этом слове. Китайские коллеги, и это было следующее удивление, отправили меня в Санкт-Петербург в Институт растениеводства имени Вавилова, где я узнал, что Николай Иванович Вавилов, наш замечательный академик, в одной из экспедиций по Америке, он совершил их несколько, вернулся с топинамбуром, как с культурой, которая произвела на него серьезные впечатления, и тогда же он заявил о том, что топинамбур это культура будущего. Советский Союз в этот период времени, он регулярно после гражданской войны сталкивался с проблемой голода, и Вавилов сообщил, он считал, что это может быть сделано, что топинамбур спасет СССР от голода. Он считал, что за счет корневой части топинамбура можно накормить население, а стебель, зеленая масса топинамбура позволит накормить скот. Было сделано огромное количество работ, он пропагандировал и доносил до, в первую очередь, крестьянского населения страны необходимость заниматься топинамбуром, и к 37-му году действительно были большие посадки. Но, и те самые тоже. Но население страны скептически отнеслось к очередной заморской культуре. Вспомните, как долго и тяжело прививался у нас картофель. Технологий, которые есть сегодня, которые позволяли глубоко переработать топинамбур, на тот момент не было. Сам академик в 40-м году был арестован, трагически погиб в лагерях. История на этом прервалась. Но я почувствовал, что вот что-то, что-то во мне шевельнулось такое, и мне показалось, что это было бы, может быть, и здорово, и интересно, и это был действительно бизнес, и я относился к этому как к бизнесу, возможности позаниматься на новом витке того, что сегодня строят заводы, которые могут этот топинамбур перерабатывать. И восемь лет назад я сделал шаг в посадке этого топинамбура, оказался среди него, внутри этих топинамбурных посадок. С тех пор узнал больше, сделал больше, и сейчас еще раз вам постараюсь рассказать, что такое топинамбур как культура. Большое количество названий. Топинамбур, Иерусалимский артишок, земляная груша, заморский имбирь и ракетский картофель. Может быть, одно из этих названий вы слышали, сталкивались, и, надеюсь, кто-то из вас эту культуру пробовал. Культура пришла в Европу из Северной и части Южной Америки, где было созвучное племя индейцев, по которым он и получил одно из своих имен, и для индейцев той поры топинамбур был своеобразным микрокосмосом. Индейцы его ели, они им лечились, они кормили скот и даже одевались. И топинамбур как растение, соответственно, стал потихонечку развиваться и пришел в нашу жизнь. Отдельно хочу сказать о том, что топинамбур наряду с другими высокоплодородными культурами является одной из самых богатых с точки зрения содержания биомассы. Так, если сравнивать его с картофелем, то практически с одного гектара получается выход в три раза больше. К удивлению, топинамбур является своеобразными легкими планеты, поскольку очищает воздух от углекислого газа в несколько раз эффективнее, в полтора раза практически эффективнее, чем гектар леса, и поэтому рекомендуется высаживать его вдоль оживленных трасс, вокруг промышленных предприятий или в зонах, которые поражены радиоактивным заражением. Но, наверное, самым главным и привлекательным в темперамбуре является такое вещество, как инулин. Оно созвучно инсулину, но не надо путать. Инулин – это натуральный пребиотик. Топинамбур – это одна из культур, в которых инулины более всего. И вот как раз с инулином мы сталкиваемся с вами, наверное, наиболее часто. Наряду с онкологическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболевания пищеварительного тракта входят в тройку самых проблемных с точки зрения летальных исходов. То есть, как правило, именно эти заболевания приводят к человеческой смерти. Инулин, попадая к нам в организм, оказывает воздействие на содержащуюся там полезную среду, которая у нас там существует. Когда мы едим разные так называемые вредные продукты, то эти полезные бактерии у нас умирают. Инулин является для них питательной средой. Как только инулин попадает в наш организм, бактерии начинают активно размножаться и стимулируют большое количество полезных процессов. В первую очередь, это решение проблемы проходимости в желудочно-кишечном тракте. Во-вторых, это вопросы, связанные с стабилизацией нашего аппетита. Поэтому те, кто не могут справиться и есть такая проблема, что постоянно хочется наесться, инулин будет хорошим помощником. Это создание полезной микрофлоры и много других вещей. Отдельная проблема, которую решает инулин, это один из продуктов, сегодня об этом в том числе говорили, это вопрос альтернативы сахару. Инулин является средством, которое снижает содержание сахара в крови и облегчает жизнь диабетикам на разных стадиях. На первой, второй стадии диабета. И, в принципе, исходя из общего тренда, который сегодня есть у человечества, это еще один из продуктов, который нам поможет избавиться от сахара. Порядка трехсот пятидесяти миллионов человек сегодня в мире зависимы от диабета. При этом, скорее всего, каждый из вас соприкасался, в том числе и с топинамбром, через широкую линейку продуктов, которые сегодня есть уже на нашем столе. Инулин присутствует в большом количестве продуктов молочных, это йогурты, кефира и так далее. Часто ли вы смотрите на этикетки, когда покупаете йогурт или молоко? Я вам хочу сказать, что среди пугающих нас бензонатов натрия, если вдруг вы натнетесь на слово инулин, то можете как-то вот немножечко легче вздохнуть, потому что, скорее всего, он принесет вам пользу. В самом случае, призываю вас смотреть и через культуру потребления, в том числе участвовать в создании некой благоприятной экологической среды. При этом инулин есть в хлебобулочной продукции. Для тех, кто иногда соприкасается с продуктом, который заблажен на этом слайде, инулин тоже может являться хорошим подспорьем, потому что вот это развитие полезных бактерий позволяет легче справиться с похмельем. инулин – это косметика, поскольку процесс, который он запускает в организме, положительно влияет на состояние кожи, и женщины обратите на это отдельное внимание. Инулин – это в том числе отдельная линейка на сегодняшний день БАДов и направление, которое связано с биофармацевтикой, которое решает часть проблем, о которых я говорил выше. Инулин, в том числе, это продукт, который присутствует сегодня в широкой палитре детского питания. Правда, много. Топинамбур, о котором практически никто не знает, и большое количество продуктов, которые мы с вами потребляем. Но это еще не все. Топинамбур традиционно остается одним из источников высокоэффективных кормов для крупного рогатого скота, кур, свиней. И есть даже примеры добавления его в пищу для кошек, собак и других домашних животных. Топинамбур является источником для развития направления, которое связано с биоэтономами. Это создание биологически чистых добавок, которые должны присутствовать сегодня в топливе для создания положительной экологической среды в наших городах. Топинамбур – это источник для производства биоразлагаемых полимеров. Сегодня есть примеры того, что уже не только привычные нам пакеты становятся биоразлагаемыми, это большая проблема, вы об этом знаете, но и крупные какие-то большие части автомобилей, других пластиков. И здесь эта продукция тоже является востребной, и топинамбур является одним из источников получения этих продуктов. Мне кажется, много, да, то есть вокруг нас много тех продуктов, которые мы можем извлекать из топинамбур. И здесь надо представить себя, что мы, собственно говоря, близки или похожи на тех же индейцев, потому что мы на новом витке развития технологий фактически возвращаем топинамбур в свою жизнь. Незаметно за всеми этими историями прошли мои восемь лет. Топинамбур многие называют сорняком. И вы знаете, он во мне пророс, и безусловно я не могу от него избавиться. То есть вот человек топинамбур перед вами стоящий на сцене. Я и моя команда за эти восемь лет сделали довольно много, но при этом мы стоим в начале пути. Нами разработаны технологии, которые позволяют получать инулин, выделять из топинамбур и инулин, соответствующие требованиям органической продукции. И это сегодня такой расширяющийся рынок, на который мы планируем выходить. Сегодня созданы условия для строительства первого в России предприятия по переработке топинамбура в Липецкой области. За эти годы топинамбур стал, безусловно, частью моей жизни. И я по-прежнему рассчитываю заработать, хотя до сегодняшнего дня я в основном трачу. При этом для меня топинамбур – это история про здоровые детские животики. И я это понимаю очень буквально. Топинамбур – это история про здоровое долголетие. И я чувствую, что за этой работой стоит важная часть ответственности, которая связана с увеличением продолжительности жизни. Это то, что касается всех нас, и, безусловно, это нас волнует. И продолжительность жизни для нас с вами – это единственная возможность достижения личного счастья. Чем больше мы живем, тем больше у нас возможности быть счастливыми. Топинамбур – солнечный цветок, который, безусловно, дает каждому из нас счастье. И надеюсь, что оно дойдет до вас и до большого количества иных людей. Возвращаясь к тому, с чего я начал, в работах представителей русского космизма, в частности у Николая Федорова, в теории общего дела, была очень важная идея. Люди мечтали и верили, что через науку можно решать вопрос преодоления смерти. И отдельная задача была это воскрешение отцов, но не религиозным способом, не через религию, а через вот этот вот ежедневный большой научный труд. Я понимаю о том, что наша работа, которая связана с тем, чтобы доставлять до людей здоровье, оно тоже часть этого большого бесконечного пути, на котором стоит все человечество, связанного с преодолением смерти. И, безусловно, это та возможность поучаствовать в эстафете идеи. Прекрасно понимаю, насколько это сложно в прошлом находить идеи, которые могут вдохновить, которые могут дать основу для сегодняшней жизни, для сегодняшней работы, для того, чтобы идти дальше. Но я призываю всех, и надеюсь у вас это получается, не бояться оглядываться в прошлое. Там есть та часть жизни, которая касается нас напрямую. Закончу свое выступление цитатой советского писателя и публициста Ильи Оренбург. Он говорил о том, что многие, к сожалению, воспринимают историю как отдельные части и не могут связать ее в единый процесс. Нам мешает география, потому что мы воспринимаем исторический процесс как страновые сегменты и не видим ее в целом. Между тем бег с эстафетой продолжается и огонь Прометея переходит из рук в руки. Подумайте, пожалуйста, каждый, в какой эстафете участвуйте лично вы. Спасибо большое.